ДВХАП.РУ 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 Когда вы в своих группах обсуждали эти вопросы, что нас волнует, что не устраивает родителей, мы пришли к одному единственному выводу, что отрывать друг от друга все эти процессы нецелесообразно. У нас сегодня сколько учатся детей во вторую смену, да? Порядка 9 тысяч. Порядка 9 тысяч. Мы с вами прекрасно понимаем, что пока мы выйдем на одну смену, это в лучшем случае 5 лет. Это при лучшем раскладе. А с учетом того, что мы хотим с вами все-таки выравнив гемографию, то и 5 лет нам не хватит. Если честно, денег у нас нет сегодня, а специализировать школу. Почему? Потому что мы не можем учить им обучать и ребенка-инвалиды. Даже по тем параметрам, что даже элементарно ребенку нужно сходить в туалет, он же не может это делать самостоятельно. Значит, по-моему, в всех школах должны построить доступную среду. Как только мы начнем строить доступный среду, нас потребует что? Правильник, защиту. А дальше начнется, там пожарная сигнализация несоответствует, там пожарный выход несоответствует и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, все-таки здесь единственный выход в положении это отдельный центр. Понятно, стремиться нужно к великому, но если мы сегодня мамочкам скажем, подождите 10 лет, это вы.